Девушки отдыхают 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 дешевые. Я тебе сколько раз говорила? Мужик должен зарабатывать. Так я не зарабатываю. Только в нашем институте нам почему-то не платят. Чтоб ты под землю провалился. А ты знаешь, шахтеры говорят, что под землей им тоже не платят. Юрий Вениаминович! Юрий Вениаминович! Юрий Вениаминович! Чего надо? Я не к вам. Мне нужен Юрий Вениаминович. Почтальон принес письмо, его не было дома. И он оставил мне, как представителю дворовой общественности. Так поднимитесь и занесите. А я не обязан. Вот пусть он спустится и возьмет. А я не обязана спускаться на ваши капризы. Так что возьмите и поднимитесь. Или вообще возьмите и выкиньте его в гусорник. Так жалко. Оно же так долго шло из Канады. Подождите, Зинаида, Макаревна. Что с ним делать? Слух прочтите. Или вы читать не умеете. Ну ладно, ладно, ладно. Я прочитаю. Зинаида Макаревна. А вдруг оно секретное? Да не смешите вы меня. У Юры нет ни секретов, ни зарплаты, ни стыда, ни совести, ни ума, ни фантазии, ни жены, ни сына. Он же у нас аскет. Не-не-не-не-не. Это не пакет. Это письмо. Ну так что, читать? Читайте, читайте. Читаю. Здравствуй, дорогой Дима. Это не ему. Он у нас недорогой. Он дешевый. Да нет, не ему. Не мешайте. Здравствуй, дорогой Дима. Пишет тебе твоя тетка Анжелика из Ванкуера. У нас горе. Еще бы. Жить в городе с таким мерзким названием. Думать надо было, когда уезжали. Да дайте же мне дочитать. Да кто вам мешает? Читайте. Слушайте. Ну так и читайте. Ну так слушайте. Да прочтете вы, наконец, или нет? У нас горе. Умер твой дядя Жафрей Апанашевич перед смертью. Дядя, все время звал тебя. Котер с тобой на тот свет забрал. Он ведь тебя очень любил. Извращение. И поэтому он оставил тебе свою картонную фабрику и 10 миллионов долларов. 10 миллионов долларов. 10 миллионов долларов. 10 миллионов долларов. Звучка, я, кажется, получил посвятство. Что, я? Да и твой дядя тоже, Хмельс. Это надо так тянуть своих родственников, а? Похоть 50 лет, а заработать каких-нибудь вонючих 10 миллионов долларов. Это же огромные деньги. Благодарю тебя, Господи. Благодарю тебя. Теперь ты тоже. Господи, не слушай его. Он тебе сейчас наговорит. Слабоумные младшие научные сотрудники не умеют распоряжаться деньгами. Звучка. Я, я, я. Мы миллионеры. Мы миллионеры. Дядя, какое счастье. Дядя, какое несчастье, что ты наконец-то умер. А у меня есть слово фотография. А ты не знаешь, где она лежит. Я же. А он не знает, где она лежит. Есть. Ну вот, дядя перед объездом в Канаду. Почему он не висит на самом видном месте в рамочке, а? К鈴esta… Малая – Канаду – Канаду – Канаду – Канаду – Девушки отдыхают. С папкой так и проходишь всю жизнь с голой папкой. Ну скажите вы мне, пожалуйста, ну чего вам было не поехать в Канаду, а? Там же деньги растут на деревьях, как у нас эти колорадские жуки. А представляете, вы бы уже помыли бы в Канаде. Я стала бы миллионерсою и разбавляла бы то пиво прямо у бриллианта. Здравия желаю, жена Ида Макарева. И я виноват. Только ж на секундочку. Пришел же специально сказать, что вы теперь как настоящие трудовые миллионеры, просто обязаны, обязательно же теперь иметь машину. А почему? Так как же, без машины вас все другие миллионеры засмеют и закажут. Да, хорошая мысль, инспектор. Я как-то еще об этом не подумала. Да, я уже все за вас подумал. От этой самой головой, между прочим. Пойдемте, пойдемте скорее. Я ж тут договорился с одним мужиком. Оно продашло его жигуя совсем недорого. Между прочим, всего 80-го года выпуска. А он теперь ему все равно же не нужен. Бо он на нем разбився прямо в инвалиды. Ох, слушайте, а может давайте я лучше сам скажу, а вам покуда вызову психиатрическую пряду. Бо я смотрю, у вас такая же запрещена. А вот счастье, як у моей галки, о, Доря. Да не переживай, Доню. Насвистит тебе, Васька, еще на брюльянку. Да, дойдешься от Васьки. Он же смотришь и психи. Конечно, псих. И скотина. Гадина у куряшки. И мать продаст и родину. Но он же галочка порядочный. Какий же он, у черта, псих, я извиняюсь, когда он гроши не раздает, а забирает. Ну надо же такое придумать. Миллионеры должны ездить на Кадиллаках. И завтра мы с Юрой купим именно Кадиллак. Юра, почему пылесос под ногами валяется, убери. А вообще-то оставь. Мы завтра наймем домработницу и кухарку. Юночка, ну какая кухарка, а? Какой Кадиллак? Ты же знаешь, я еще не оформил следствия. Документы придут только месяца через три. Сколько? Три месяца? Не. Я ж только ждать не могу. Да пришел тут вы, инспектор. Да я же здесь при чем? Ну, вы же будете ездить, понимаешь, нарушать. Вы же водитель молодой. А я, значит, буду вас поправлять. Ну, где ж он не так? А теперь, понимаете, как минимум двадцать долларов в день. Сколько? Вон Элик нам говорил, что вы с него берете червонец. Так, не надо из миллионеров делать дураков. Э, ну, то Желик, а то Кадиллака. Ну, сейчас вы сравниваете, а? Я думаю, что за Кадиллаку и двадцать долларов будет маловато, а? А тут же три месяца ждать. Сейчас сколько я потеряю, а? Ой, ё-моё, сколько я потеряю. Не-не-не, три месяца я ждать не могу. Вы что? Сейчас такие убытки, а? Вот если бы вы прямо сейчас Кадиллаку купили, а? О, я придумал. Подождите здесь, я быстро. Минуточку, сейчас. Юрий Вениамин, всё договорился? Всё намазит. Работе уже строит нашу сауну. Простите, Дорфь Иванович, какую сауну? Юля, нам же нужно куда-то вкладывать деньги. А сауна – это самое чистое дело. Мыться – это нужно всем, Юра! Юра! Юре! А я говорю, что псих. Он скоро сбесится и зарежет у себя ночью. Вот вы вспомните меня! Сейчас! Мой! Мой! Так, запом, Маню, а ну быстро ноги нахрвать или столом сидя? Да что, у вас ещё... Что, в поездочное, что ли? Вы выполняете команду поезду с меня на руль. Да вы его, это вы получите! Пожалуйста, пожалуйста. Мой! Друзья, Эдуард Иванович, все нормальные люди, буются дома, в ван, а вы не отчего. С сантехником договорился, он отключит воду во всем районе, господи, одна бутылка водки в день и все, весь район без воды. К нам же люди толпой повалят, это же супер выгодное дело, ну посмотрите, стройка уже в разгаре, рабочие работают, они же настоящие профессионалы. Папа, вот сейчас возьмете и зарежете. А ну не оборачивайся! Господи, прости меня, грешно, не забудила Нарис. Нарис, перед смертью, что живно, одному валидной. О, Господи! Гражданин Жадунайский, очень хорошо, что я вас встретил. Скажите мне, что это за пьяные бомжи роют землю возле нашего дома и говорят, что вы велели? Это не бомжи, это спецбригада, она работает, да, потому что здесь будет находиться бизнес-сооружение, между прочим. Но это же не ваша собственность, это земля муниципы... Я? Мэри, немедленно прекратите безобразие. Только не надо мне здесь. Несколько проще, мы живем в правовом государстве, здесь все продается и покупается. Поэтому я и мой партнер Юрь, мы покупаем у вашего муниципы... Муницип... Кого? У вашей мэрии, вашу поганую землю. Только не надо мне здесь. Вы сначала купите, а потом копаете. А, вы не верите честному слову бизнесмена? Тогда мы с Юрием покупаем у вас эту землю. А, очень жаль, что Юрий Вениаминович не успел оформить наследство. Ах так? Вы издеваетесь? Тогда я сам лично куплю эту вонючую землю за свои последние сбережения. Ты сначала стань миллионером, а потом деменовомствуй. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ё-моё, яка Мерседеса. Ну, просто ж не автомобиль, а прямо такой тебе гроб на каючиках с мужикой, а? Ну, что, может вас устроить и та Мерседеса, а? Послушайте, уважаемый инспектор Петренко, Покупайте, что хотите. Не морочите мне голову с вашими Мерседесами и прочим. Ой, спасибо вам. Спасибо, Юрочка Вениаминович. Ну, я ж так и знал, что вы не капризны. А-а-а, ты ж понимаешь, по-моему, в Мерседесах вы за те 20 долларов штрафу. До свидания. Юрий, ну что ж ты разлёгся, как же простой инженер? Давай, давай, давай начинать жить красиво. О, и вот начнём мы как раз с телевизора. Ну, посмотри, ну что это за телевизор, а? Ну, по нему ещё твоя прапрабабушка смотрела Пухарны Пушкина. Давай купим, а? Большой, огромный. И даже цвет носит. Зина. Купилки нету. Дайте же мне оформлено проклятое наследство. Здравствуйте, Зинаида Макаковна. Макарьевна. Ай, будет, будет так. Я слушаю. Я извиняюсь, вы вчера просили у меня 5 гривен, а у меня не было. А сегодня кровачий миф из Дайшов. Визгмите, пожалуйста. Я вот должу как нормальным соседям миллионерам за 5% у денег. Да не нужна нам ваша эта мелочь. Мы, между прочим, покупаем телевизор с Юрочкой в Париже за 553 доллара. Но, к сожалению, Юрочка ещё не получил свою чековую книжку. Ой, не волнуйтесь. Вы знаете что? Я вам гроши одолжу на телевизор. У меня как раз есть гроши на цей, на валидол. Ну, на килограмм копил, чтобы сразу выздороветь. Ой, не. Давайте я вам на ци гроши цей телевизор коплю. Цей, как его парасольник. Такий будет телевизор, что сам Рокфеллер подавится своим миллионам. Опять вы. Я не к вам. Мне нужен Юрий Вениаминович. Я сказала, запишитесь на приём. Мне нужен Юрий Вениаминович. У меня к нему ещё одно заказное письмо. Ну что ж вы не сказали, что вы курьер? Прошу в офис. Прошу в офис. Прошу в офис. По каком основании? Потому что миллионеры не имеют права жить в таком задрыпанном доме. В связи с чем, вы обязаны купить красочки, шпатлевочки, оливки с маслом. А фигу с оливковым маслом вы не хотите? Мы эти деньги мне на помойке нашли. Мы их горбом заработали, ночей не досыпали. Ждали, пока дядя умрет, да? Дядь, не волнуйтесь, вы, Петр Кадрадьевич. Поможем быть вашему жеку? Поможем. Не вашему, а нашему. В связи с чем, распишитесь. Люблю иметь дело с порядочными миллионерами. Спасибо, это нам, а это вам. Распечите. Транжиро. О, а меня чего-то в банк вызывают. А я эти банки только по телевизору и виден. Если вызывают, значит, надо идти. А вот, ё-моё, шо ж мне не дало, он десять долларов. А мне ж надо пять, а? Ну шо ж сделаешь, у человека, который денег заполонил, там спасибо. Ха-ха-ха. Я платил пять тысяч моих кровных, ну плюс откать там налоги, и все нормально. Э-э-э, и гонем за нашу баньку. Старитесь, пойдет по заходам. Юра, уже второй этаж позволит. Хе-хе-хе-хе. Петренко, подождите. Юра, что сказали в банке? Так, Юрия, я подпишал. Юрий Вениаминович! Юрий Вениаминович! От имени всего Жека мы нашу вам личную благодарность. Завтра начинаем ремонт за ваш благотворительный счет. Все необходимое я уже вот приобрел. Что приобрели? Я же вам еще денег не давал. Да вы не волнуйтесь. Мы тут на общем собрании Жека решили скинуться по месячной зарплате. Вы же нам потом отойдите. Не будем затягивать ремонт и закончим его к дню радио. Закройте свое радио. Юра, что сказали в банке? Сейчас вы обхохочитесь. Дело в том, что дядя был такой умный, что перейдил все деньги на мой черный банк и увидел сейчас 10 миллионов долларов. Юрочка! Юра! Ну? Кому сколько мы там должны? Отдаем всем. Только не сразу. Нужно немножко подождать. А что, в банке не было на месяц? Юрий! Да дело в том, что я встретил нашего пугалтера, Исаака Абрамовича. Я вам не сказал, что государство, оказывается, нам должно. За 3 миллиона зарплату, а потом 10 миллионов. А без яны полгода не кормили. Сокроводники тоже. Вот я и взял, и отложил 10 миллионов. Все зарплаты. Да кому отложил? Что? Одолжил? Да, что же? Ну? А нет, это вот. Что? Мамаду попереджает. Если спадщину раптово ты получил на халяву, то должен дать слово стать спонсором государства.